Мы находимся на биологическом факультете МГУ имени Ломоносова на четвертом этаже. Частично находится кафедра антропологии, а в прошлом это все была кафедра антропологии, но у нас отжали некоторые помещения, какие-то биорганики, ну и в частности, вот здесь один из элементов кафедры биологической эволюции. Ну, как видите, кафедра древолюционировала до изображения каких-то там муравьедов и слонов, рукописного состояния, а конкретно вот это помещение, это то место, где всемирно известный Александр Марков пасет дрозофилу и изучает на них какие-то хитроэволюционные процессы. Ну, какие конкретно, естественно, ученые скрывают, я про это очень слабо что-то знаю, надо его самого спросить, но сам он заведует кафедрой на следующем этаже, немножко в стороне. А здесь специальное место для изучения эволюционно продвинутых дрозофил, которые периодически оттуда вырываются из заточения эволюционистов, разлетаются по всему биофаку, и когда меня, допустим, иногда снимают, перед носом какая-то начинает летать. Так что жизнь бьет ключом, в том числе. Здравствуйте! Мы по-прежнему находимся на биологическом факультете на кафедре антропологии, которая, что характерно, находится практически в геометрическом центре биологического факультета на четвертом этаже, и прямо вот это центр-центр, тут центральная лестница, там центральный лифт. И в самом центре кафедры, конечно же, расположено древо нашей эволюции, то есть это может быть центр биофака, схема эволюции человека от Пургаториуса до современности, схему, план схемы нарисовал я, а, собственно, оформил и составил Георгий Попов, на сайт которого все в обязательном порядке заходите. Сайт КЯРФ, где есть масса-масса всего интересного. Георгий Попов уникальный человек, который совершенно уже бесплатно, от чистого сердца, исключительно с целью популяризации, составляет массу таких плакатов на самые различные темы, с помощью специалистов, что характерно, и бесплатно раздает в интернете. Есть электронная версия, кстати, вот у этого плаката есть более новая версия даже уже, можете скачать, распечатать, а он мало того, что это составляет, еще и распечатывает, и дарит в школы. Так что поддержите его, если будет таких людей больше, то и жить станет лучше. Но это как бы самый центр, а в заколках биофарка есть всякие интересные вещи. И в частности имеется комната 468. Это аудитория 468, можно сказать, главная аудитория нашей кафедры антропологии, где проходит вся главная часть жизни нашей кафедры. Большинство лекций и для студентов кафедры, и для других студентов, и какие-нибудь защиты курсовых, дипломов, предзащиты, и я здесь защищал и курсовую, и диплом, и предзащиту кандидатскую тоже здесь проходил. Как видите, в комнате масса всего интересного, и в каждом из этих шкафов мы чего-то доскрываем. Все я вам, конечно, показывать не буду, тут слишком богато, как видите. Тайна номер 40, тайна номер 42, но лучше туда не заглядывать, слишком страшно. А покажу я вам самую главную ценность. У нас прям хочется открыться эту тайну, потом я закрою. А покажу я вам самую таинственную тайну, которую я, правда, тоже раз в неделю кому-нибудь допоказываю, но еще разок не помешает. Для этого у нас есть много ключиков, и если подобрать необходимые, то мы увидим криниологическую коллекцию кафедры антропологии, ну, как бы часть, вернее, этой коллекции. А самая ценная часть этой коллекции – это вот этот череп. Его уже раз пять, наверное, я показывал в самых разных передачах. Ну, и не помешает еще разок. Вдруг кто еще не видел черепа снежного человека? Череп Йети. Кафедральный. То есть, всем известно, что существует такой снежный человек. Его, правда, никто никогда не видел, никто ни разу не поймал. И ни одной четкой фотографии нет, ни одного, ни скелета, ничего. Но потому что тот череп, который есть, мы скрываем на кафеле. Значит, как звучит история этого черепа? Был такой антрополог Юрий Григорьевич Рычков. И он ездил на Памир исследовать памирцев. Ну, в общем, в основном живых, понятное дело. Ну, заодно еще и собирал хронологическую коллекцию, которая вот в шкафу теперь лежит. Ну, и здесь, и в институте еще есть. И когда он это дело все там производил, местные жители ему сказали, а к нам приходил алмасты, ну, или как они его там на местном языке называют, то бишь снежный человек, и мы его пристрелили, и вот там под какой-то там арчой закопали. Юрий Григорьевич, он же как бы ученый, он взял лопату, само собой, пошел и раскопал, и нашел вот этот замечательный скелет, ну, череп в частности, каково, собственно, является скелетом, ну, вернее, черепом снежного человека. Что мы можем про него сказать? Если кто вдруг подумал, что это снежный человек, я могу с серьезным лицом говорить любую чушь. Но, как бы, история черепа именно такова. И именно его называли снежным человеком местные жители. При этом череп принадлежит сапиенсу. Самый что-то есть сапиентный сапиенс из всех возможных, но, правда, большой. То есть, это был крупный дядя. Ну, не самый крупный, не рекордный, но крупный дядя. Некого среднего возраста, ну, что-то там лет, условно, под 40, допустим, там, 30-40. Нетипичный для местности, в которой он был найден. То есть, Юрий Григорьевич раскопал много скелетов. И карниологическое, как бы, описание-то их есть уже давно. Их все, кому не лень, уже изучали. И он не похож на местных жителей. И гораздо гораздо сильнее, а не меньше. Как представляется, как все дело происходило. Когда происходило, кстати, никто не знает. Ну, условно, там, на границе веков. Сидели люди в кишлаке, тихо, мирно, пили чай. Я не знаю, что-то там свое делали. Живали лепешки. И тут приходит какой-то хмырь здоровенный. Наверное, немножко одичалый. Потому что, как бы, по горам, где-то он там таскался. Может быть, это было во время гражданской войны, например. Или еще что-нибудь такое. То ли басмач, то ли уж там кто он был. И нам такой не нужен. Они взяли ружье и угрохнули со словами. Это снежный человек. Потому что убивать человека, это нехорошо. Аллах не велел. А убить снежного человека, ну, это как бы зверь. Его как бы и можно. И, ну, хранить его, естественно, никто не собирался на кладбище. Он же дикий человек. Закопали под деревом. И все. И теперь, если вдруг какой-нибудь этнограф приедет, ему скажут, о, у нас тут был снежный человек. Мы его застрелили, закопали. А потом приехали ученые, увезли в Москву и там скрывают. Это про него. И вот так рождаются байки о снежных людях. Теперь он у нас лежит с обозначением, что это кафир. То есть неверный, как бы, да. То есть он же не человек. И есть. Я видел еще два черепа. Один из которых тоже снежный человек. И один, как бы, метис между снежным человеком и человеком. Ну, там истории другие. Ну, сопоставимые тоже, как бы, сапиенсы. Которым просто, видимо, не повезло в этой жизни. Которые оказались в могилке под обозначением снежный человек. Так что, если вдруг вы будете в каких-то странных местах, экзотических, и вам будут такие байки рассказывать, берите лопату, копайте, тащите к нам. А мы скроем, у нас шкафов полно, и потом всем про это расскажем. Мы все еще находимся на кафедре антропологии и биологического факультета МГУ. И я вот решил немножечко раскрыть то, что обычно мы тут скрываем. Вообще, я это раскрываю где-то раз в месяц, наверное, разным телеканалом. Но вдруг кто еще не видел? Скелет инопланетянина. Ну, мы любим скрывать скелет инопланетян. Вот такой вот чудесный скелетик. Можно его крупным планом показать. Так вот, 3D, прямо то-то-то-то-то-то-то. 3D, вертится, вертится, вертится. Для сравнения, секундочку. Скелет современного ребенка. Который, как бы, ну, условно здоровый. Современный ребенок. А это, ну, для масштаба скелет инопланетянина. Как видите, в отличие от современного человека, сопоставимого размера, ну, почти такого же, лицевой отдел совершенно другой, нижняя челюсть резко выступает, глазницы ориентированы иначе, мозговой коробки нету вообще, в отличие от современного ребенка. Позвоночник представляет собой широченную пластину вместо нормальных тел и дуг позвонков. Ручки-ножки одинаковой длины, таз практически смыкается с грудной клеткой, грудная клетка задрана наверх, но при этом пятипалая конечность хватательная и чуть ли не со сводами стопа. Вот такие чудеса. Если кто подумал, что это какой-нибудь зверек, он ошибается. Это, ну, можно показать крупным планом, допустим, ручку, ну, вот, ложку. Это инопланетянин. А если кто поверил, что это инопланетянин, ну, это хорошо. А для тех, кто не поверил, я совру, чтобы, как бы, было объяснение такое, типа, научное, так, чтобы для отвода глаз, что это скелет анонцефала. Есть такое заболевание, когда хортомезодерма по какой-то неведомой причине не активирует нервную полоску на спиной стороне, не формируется нервная трубка. Тяжелая неврологическая, даже не то чтобы заболевание, а патология летальная на момент рождения. То есть до момента рождения организму ничего развиваться не мешает, поскольку питание идет через плаценту и пуповину, и нервная система, в общем-то, для этого не нужна. А нервная полоска не формируется, нервная трубка не формируется, ни спиной мозг, ни головной не формируется, и покровные все эти части тоже, в общем-то, толком не формируются. И получается, что мозговой коробки нет, позвоночник есть, но неправильно сделанный, он не замыкается, и дуги не закрыты, спинного мозга нету вообще, вместо крестца какая-то ерунда, ну и немножечко все остальное тоже искажается, понятное дело, или свой скелет, ну потому что он тоже не до конца формируется. Ну а пропорции ручек-ножек такие странные, потому что, конечно, еще и возраст соответствующий. Но здесь это еще до рождения, а в обычном состоянии, когда ребенок рождается, из ретикулярной формации протоколатого мозга, в дыхательную, ну вернее, в межребренную мускулатуру, должен поступить сигнал на вток, и тогда ребенок начинает дышать, ну верещать, как бы, да, пищать, и все радуются. А здесь нету мозга, и протоколатого в том числе, нету ретикулярной формации, сигнал не идет, дыхательная мускулатура не включается, дыхание не включается, и он умирает, к сожалению. Поэтому такие анонцефалы не живут. И такого рода в скелетике чрезвычайная редкость. Ну, честно говоря, кроме нашей кафедры, я такого нигде и не видел, но я не сомневаюсь, что есть, конечно, еще в каких-нибудь мединститутах, но вот у нас в том числе есть. Вот. Так что такой вот есть. Но у нас есть и другие, на самом деле, персонажи. Ну, скелет гнома я вам не покажу, я его потерял, я его так скрывал, что я сам теперь не знаю, где он есть. Ну, у нас есть скелет гном. А у нас еще есть птенец грифона. Ну, как вы, может быть, знаете, у птиц положено быть двум ножкам, двум крылышкам. А здесь, если вы посчитаете, раз, два, три, четыре ножки, а четыре ножки, четыре ноги животные, и крылышки тоже есть. Ну, а животное с четырьмя когтистыми лапами и с крыльями из птичьей головой, без сомнения, орлиный. Ну, посмотрите, какой клюв, типичный орлиный. Это грифон. Так что, если кто-то сомневается в существовании грифонов, приходите к нам на кафедру. Ну, мы, конечно, вас не пустим, мы вскроем, все. Но, тем не менее, такое тоже происходит. Ну, вообще, есть такие хокс-гены в организме, которые регулируют формирование тела спереди-назад. Первый хокс-ген запускает другой комплекс генов, который формирует переднюю часть головы, вторую, заднюю часть головы, третью, там, т-т-т, и десятый, там, хвост уже формирует. Иногда бывает, что один и тот же хокс-ген включается несколько раз. И вот тот хокс-ген, который должен включать сегмент с ножками, ну, я не знаю, какой-нибудь там по номеру, какой-нибудь там, восьмой, девятый, он вот здесь в данный момент включился два раза. Раз включился, два включился, не в том месте. И получился грифон. Ну, здесь это получилось немножко по ошибке. Ну, и там, кстати, такое подозрение, что еще четыре крылышка. Как-то там очень так странно это выглядит. Так что не исключено, что там и крылышки еще два раза включились. А если бы его, ну, он, судя по всему, вылупился более того, и какое-то время жил. Но если это гены немножко модифицировать, гамова наше все, то у нас будет полноценный грифон, а может даже гиппогриф, то, что нам мешает соединить еще и с лошадкой, с какой-нибудь. И тогда все самые страшные помыслы фэнтезийцев будут осуществлены, претворены в реальность. Так что ждите. Скоро в каждой роще нашей необъязанной Родины. Начало уже положено. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...